В Европе призвали Киев прекратить преследование журналистов. Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7. ВСУ за минувшие сутки восемь раз нарушили режим тишины, выпустив по прифронтовым районам ДНР свыше 90 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным СЦКК, в зоне обстрелов со стороны украинских силовиков оказались окраины Горловки. В поселке Зайцево и шахта имени Гагарина. Ясиноватая и село Минеральное в ее окрестностях. А также безыменная Саханка-Ленинская на юге ДНР. При обстрелах украинская армия применяла минометы калибром 82 и 120 мм. Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил участие Киева в саммите глав государств и правительств Альянса, который состоится с 11 по 12 июля в Брюсселе. При этом глава Украинского военного ведомства отметил, что были согласованы общие позиции о возможном привлечении представителей Альянса к проведению стратегического оборонного обзора в стране. «Я хотел бы сказать, что в этом году мы начинаем его проведение, и для нас было бы очень важно, чтобы представители НАТО приняли в этом участие, потому что на основе этого обзора мы спланируем стратегические цели на нашу работу после 2020 года. Чтобы отработать стратегическую цель, мы проводим с участием представителей Альянса стратегический обзор, который и позволит правильно сформировать нашу работу в будущем», – приводит слова Полторака пресс-служба Минобороны. Министр также добавил, что во время встречи со Столтенбергом были определены необходимые практические шаги для возобновления эффективной работы комиссии Украина-НАТО на всех уровнях. Стоит отметить, что Киев грезит членством в Североатлантическом альянсе с 2014 года. Так, в июне 2016-го вступление в НАТО стало главной целью внешней политики страны. Тем не менее, пока незалежная не получила даже план действий по членству в альянсе. Руководящий комитет Европейской Федерации журналистов принял резолюцию, в которой выразила беспокойность угрозами работникам СМИ в Украине. Члены организации осудили растущее насилие в отношении журналистов и поручили комитету оказать поддержку коллегам в этой стране. Также решительному осуждению подверглась кампания запугивания со стороны украинских должностных лиц. Отдельного внимания удостоилась так называемое убийство Аркадия Бабченко. Согласно тексту резолюции, устроенная Киевом дезинформационная операция подрывает доверие к журналистам. Ежеводный съезд поручает управляющему комитету запросить возобновление красной линии Европейской Международной Федерации журналистов в случае чрезвычайной ситуации, а также обратиться к обоим правительствам России и Украины с просьбой защитить представителей прессы, освещающих регион, освободить журналистов, которые находятся в тюрьмах или подвергаются судебному преследованию, говорится в документе. При этом Европейской Федерации журналистов намерены положить конец любым актам преследования СМИ и представителей журналистских организаций. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7 в Квебеке. Нравится вам или нет, и это может быть политически некорректно говорить, но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию. Она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров. В Кремле уже отреагировали на слова американского лидера. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва делает акцент на других форматах. Между тем, идею Трампа поддержал и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что это в общих интересах. В то же время председатель Евросовета Дональд Туск отверг предложение американского президента и заявил, что участники клуба, ведущих мировых держав, должны думать о том, как укрепить уже существующий формат. Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны выступила против подключения России к формату G8. Глава немецкого правительства отметила, что возвращение Москвы не имеет смысла до разрешения украинского кризиса. Её заявление поддержали Франция и Канада. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам двусторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом отметил, что в вопросах торговли у Вашингтона и Парижа наблюдаются критические противоречия, но есть путь к прогрессу в целом. «У нас была очень прямая и открытая дискуссия, и я увидел готовность со всех сторон найти компромисс, чтобы получить беспроигрышный выход для наших народов, наших рабочих и нашего среднего класса», – приводит слова Макрона Белый дом. Стоит отметить, что накануне открытия саммита G7 в Квебеке Макрон пригрозил подписать соглашение по итогам мероприятия без Трампа. Причиной стали споры вокруг торговых барьеров.